МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Применение корня имбиря в кулинарии более чем обширно. Практически не существует блюд, которых нельзя приготовить с имбирем. Его добавляют в салаты, бульоны, супы, к овощам, грибам, крупам, бобовым и даже к сыру. Имбирь входит в состав специй, например, карри. С ним маринуют овощи, фрукты, ягоды, готовят ароматнейшие десерты, сладкую выпечку и даже напитки. В гастромаркете Калибри всегда есть корень имбиря. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рождество празднует практически все и ждут нетерпения во всем мире. Каждый народ вкладывает свой особый смысл в этот праздник, что отражается и в кулинарных традициях. Главным рождественским угощением для британцев будет запеченный гусь, утка или индейка. По преданию, именно птица приносит радость и счастье в дом. Сегодня мы готовим замечательную утку, вкусную. Посмотрите, какую красавицу я приобрела в гастромаркете Калибри. А вместе с ней я приобрела фарш, лук, вкусные грибы, куда же без чернослива, перловки, муки и, конечно же, домашнего бульончика, которого я уже предварительно сделала из курочки. Что мы начнем делать в первую очередь? В первую очередь мы замаринуем нашу индейку или утку, или гуся, кто на что гораст. Для этого нам понадобится соль. Хорошо обмазываем со всех сторон. Утка, гусь, индейка очень любят соль. Черный перец. А желательно это все сделать за сутки, чтобы птица пропиталась травами и специями. И французские травы, и травы для мяса, итальянские травы тоже подойдут. Обильно посыпаем. И обязательно помассируем всю эту красоту сливковым маслом. Кто-то любит еще и поперчить, но я считаю, что это лишнее – поперчить красным перцем. Ммм, как я люблю эти травы. Здесь розмарин, тимьян. У меня еще и свежий розмарин с тимьяном. Я обязательно это еще сюда. Красиво. Подпитаем, скажем так, нашу уточку. Поливаем оливковым маслом. И дадим ей хорошо замариноваться. Нужно хорошо помазать, помассажировать, скажем, птицу. Птица очень любит специи, травы, соль, перец. И оставим отдыхать нашу уточку буквально на полчаса. Если у вас было время, и вы смогли замариновать утку, индюшку или гуся за ночь на 24 часа, это еще лучше. Она будет вкуснее и сочнее. Пока наша уточка отдыхает, я займусь стаффингом. А вы слышали, что такое стаффинг? Навряд ли. По нашим традициям стаффинг делается из яблок и чернослива. А вот по английским традициям стаффинг нужно обязательно делать из крупы. Сегодня я употребляю перловку. Кстати, англичане очень ценят и любят перловку. Ошибочное мнение, что англичане любят только овсянку. Но что мы сделаем с этой перловкой? Я ее заранее отварила. Теперь нам нужно обжарить лук, грибы и добавить вареную перловку. Получится очень вкусный, сочный стаффинг. А когда это еще запечется внутри уточки, и все соки впитаются в перловку, получится как вкусненько. Есть легенда, почему гуси и утка стали главным ясом рождественского стола. Елизавета I вкушала это блюдо, когда к ней пришла благая весть о том, что Англия победила армаду второго Филиппа Испанского. И это XVI век, когда Англия, вот такая маленькая страна, смогла победить огромную Испанию. На радостях королева Елизавета решила, что гусь – это благое знамение. И, конечно же, объявила его рождественским блюдом. Именно из Англии обычай готовить гуся на Рождество пришел и в другие страны. Я, наконец-то, дорезала лук и обязательно обжариваю. Но обжариваю его со смесью оливкового и сливочного масла. Почему? Потому что эта бурная смесь всегда дает очень вкусный и сочный вкус. Обжарим лук. Добавим туда немножко грибов. Теперь оливкового масла. Нажигаем огонь и поехали. Кстати, в этом люди не обойтись и без грибов. Кто-то любит резать грибы крупно, а кто-то делает из этого, можно сказать, грибную кашицу. Можно сделать как вады вашей душе угодно. Я порежу. Но не обязательно резать это правильно и аккуратно, потому что все это идет в стаффинг. Стаффинг – это наполнение к утке или гусю. Поэтому режьте как вашей душе угодно. Не заморачивайся о красивых кубиках, треугольниках или квадратиках. Кстати, этому блюду столько столетий и чем только ему не фаршировали. Ветчиной, грибами, черносливом, яблоками и, в принципе, даже артишоками. Это все зависит от страны, в которой приготовлено это блюдо. А вообще я скажу один секрет. В Англии очень часто используют стаффинг. И помимо того, что они используют перловку, грибы, сухофрукты, они еще используют сухие хлебные крошки. Можете себе это представить? Я, допустим, не люблю, но в любой птичке, поданной к столу, вы всегда найдете сухие хлебные крошки, смешанные с ингредиентами, которые у меня сейчас есть на столе. А для чего это делается? Все это делается для того, чтобы блюда стало больше. Потому что утка или гусь – это на самом деле дорогое удовольствие, и не все могут его себе позволить. В этом случае набивают утку и гуся разными вкусностями, скажем так. Кому что по душе. И чем больше вкусностей внутри утки, тем, естественно, больше и насыщеннее становится блюдо. Поэтому, в принципе, любому члену семьи оно будет доступно. Небольшой кусочек утки или гуся, и вкусный стаффинг изнутри будет просто великолепным. А я, допустим, его очень люблю, потому что стаффинг в себя впитывает самые вкусные соки, жиры от птицы. И получается просто восхитительно. А еще, когда мы сделаем с вами вкусный дрессинг или подливу к этому всему, сочетание будет просто великолепно. Самое главное – это зажарить как можно больше лука, потому что именно лук придает ту сладость, которая очень хорошо сочетается вместе с уткой или гусем. Особенно, когда мы еще замешиваем другие или смешиваем другие ингредиенты. Кто-то любит добавить сюда яблок. Я, допустим, люблю добавить яблоки сами по себе, яблоки с черносливом, но если вы делаете английский рецепт, то я все-таки не советую добавлять сюда яблоки. Еще я забыла сказать важный момент. Для кого-то он важен, а для кого-то нет. Добавление фарша. Для чего это нужно? Для того, чтобы опять пропитать грибы, перловку и лук мясным вкусом. В Англии на самом деле очень много интересных и даже где-то странных традиций. Допустим, во время Рождества люди играют в фанты. Многим это непонятно. Казалось бы, детская игра. А нет! Взрослые дети собираются в зале возле елки, вытаскивают написанные на бумажке вопросы и играют или отыгрывают какие-то роли. Получается очень даже смешно. И фанты играют обязательно сразу же после того, как застолье закончилось. Могут играть и по 2-3 часа. В первое время я пыталась к этому долго привыкнуть. И не всегда получалось. Но потом, знаете ли, сама научилась. И в этом году мы будем отмечать Рождество дома. Обязательно будем играть в фанты. Одна из традиций. А еще в Англии есть интересная традиция. Традиция открыток. В Англии подписывают и отправляют друг другу открытки ежегодно. Не важно, что появился интернет. И можно сделать и открытку. Электрон открыток считается дурным тоном. Поэтому обязательно покупают открытки, подписывают и отправляют везде и всюду. Где бы ни жили родственники, обязательно открытку они получат. Ну что же потом делать с этой открыткой? Все очень просто. Собирайте ее в красивой коробочке. А к Новому году или Рождеству обязательно повесьте на красную ленточку вместо гирлянды. Это очень красивая и милая традиция, которая радует не только души и глаза ваши, но и ваших детей. Потому что каждый год, собираясь с семьей, мы обязательно прочитываем эти открытки и вспоминаем, кто же нам ее подарил. Обжарив лук, добавив грибы в сковородку, нужно обязательно добавить фарш. Совсем немножко, грамм 200. Просто для мясного вкуса. Фарш может быть бараний, может быть говяжий. На любителя. Главное, чтобы он был мясной. Ну вот, наш фарш обжаривается. Как только фарш потеряет кровяной цвет, красный цвет, мы можем смело добавить немножечко коньячка. М-м-м, пошел сладкий шоколадный запах коньяка. Прелесть. М-м-м, не забудем поперчить и посолить. Следом за перловкой идет чернослив. Не забудьте. Потому что чернослив придает особенный пикантный вкус этому блюду. Пахнет уже потрясающе. Я готова есть это блюдо просто так. Вот, стаффинг, как говорят англичане. М-м-м, как вкусно. Все просто, гениально. Лук, грибы, мясо. Перловка. Что еще нужно? И добавляю чернослив. Грамм 300-400. Примерно один к одному. 400 грамм перловки и 400 грамм чернослива. И все это я буду тушить в течение 10 минут, пока чернослив не разбухнет. Как только чернослив станет мягким, можно будет выключать сковородку и поставить на окошко остужаться. Потому что весь стаффинг должен пойти в нашу утку холодным или теплым. Кстати, утка очень любит тимьян. Баранина, розмарин, как мы знаем. Поэтому я купила, нашла свежий тимьян в кастромаркете Калибри. И обязательно сейчас закину пару веточек. Вот такие вот. Ммм, какой приятный запах. Это придаст специфический вкус нашему блюду. И оставляю тушиться наш стаффинг на 10 минут. Ну что ж, можно теперь приступить к цедре. Нам понадобится цедра половины апельсина. Думаю, этого будет достаточно. На самом деле, я очень часто полагаюсь на свой вкус, когда пробую именно эту подливку. Потому что апельсин апельсину рознь. И клюква клюкве тоже рознь. Тут подливка должна быть кисловато-сладкой, но ни в коем случае не горькой. Сейчас я попробую на мелкой терке натереть примерно пол апельсина. Причем апельсин нужно натирать аккуратно, так, чтобы белую кожицу не стереть. На самой мелкой терке практически кашица получается. Ее будет не чувствоваться в нашей подливке. Получилась примерно столовая ложка цедры. Отправляем цедру в сотейник. Так, у нас поменялся цвет. Он с ярко-красного стал таким цветом, как бургундское вино. Нам осталось добавить коньяк, специи, мед и немножко бульона. Я начинаю с коньяка. Если мы поварим коньяк в течение двух минут, то весь алкогольный запах испарится. Смешиваем, добавляем немного специй, allspice. Буквально щепотку. Мускатный орех на кончике ножа. Я все делаю на глаз, потому что примерно много-много раз делала эту подливу. Знаю, сколько нам нужно. Ну и на кончике ножа немножко корицы. Все-таки это Рождество, и хочется запаха специй и корицы. И подливе это очень сильно подходит. Хочу сказать, что эта подлива не употребляется очень много на большое количество мяса. Буквально немножко вываренная подлива придает пикантный вкус. Так, перемешали. Мне нужно будет обязательно попробовать. Но прежде чем я попробую, я добавлю чайную ложку меда. Перемешиваем. И оставим все это вариться на минут 15. Вывариваться, скажем так, пока не получится вкусный соус. Отставляем с огня и набиваем нашу уточку. Я уже жду, не дождусь, когда отправлю утку в духовку, но не забыть наполнить ее начинкой. Начинка получилась просто восхитительная. Не обращайте внимания, что ваш чернослив недостаточно разбух, потому что он обязательно дойдет внутри самой утки. Главное, что мясо готово, лук зажаренный. Все очень-очень вкусно. Здесь все очень строго индивидуально. Кто-то любит побольше чернослива, поменьше грибов и поменьше крупы. Кто-то любит гречку, кто-то предпочитает перловку. На самом деле здесь нет никаких определенных канонов этого рецепта. Самый главный канон – это хорошо набить утку или гуся чем-то вкусненьким. Но я вас уверяю, что это очень вкусно, и вы не пожалеете. Особенно к столу, где не так много закусок, потому что это служит самой по себе классной закуской. Да, традиций англичан, конечно, очень много. О них можно говорить и говорить. Особенно меня поражает традиция пирожков, которые называются минст пайс. Кстати, я спросила свою свекровь как-то, скажи, пожалуйста, что такое минст пайс? Она говорит, ну, мне всего лишь нужно купить минст мид. А минст мид в переводе на русский язык – это фарш. Я думаю, боже, что же за фарш? Точнее, не купить, а сделать. Этот фарш она делала сама. Я почему-то думала, что фарш – это мясо. Тем более, минст мид для меня звучало как мясо. Она говорит, я же не сказала, что это биф. Нет. А оказывается, перемолотый фарш – это перемолотый фарш из сухофруктов и орехов. Можете себе представить? И как это безумно вкусно. И поэтому сочетание минст мид – перемолотое мясо, мясо для пирожков английских, рождественских – это фрукты. Это очень вкусные фрукты, апельсиновые цедра и орехи. И все это запекается в песочном тесте. Получается просто изумительно. Есть такая традиция, что каждый день в семье должны съесть по одному Christmas spice, по одному пирожку, чтобы сбылись все мечты и желания. Но мы, конечно, съедаем их, бережем свою фигуру и съедаем их только на Рождество. Я их сама не готовила ни разу, но покупаю в одном большом крупном магазине в центре Лондона. Они получаются очень вкусные. Дети их просто обожают. В этом году я первый раз приготовила рождественский пирог. Это было непросто. И с рецептом я поделилась со своими зрителями. Посмотрим, что из этого выйдет. Но до сих пор подпитываю его коньяком. Уже три месяца он лежит у меня в подвале. Все, мы забили утку вкусняшкой. Я продавливаю нашу начинку для того, чтобы уточка стала вкусненькой и пузатенькой. Ну, вот так примерно это получается. А представляете, сколько разных вариаций вы можете придумать сами? Одна из вариаций чисто английских. Еще есть одна интересная традиция – это сладкие палочки, которые выглядят как буква J. Мы, наверное, часто видели и в магазинах, и в кино. Это не просто по сладке палочки. Это также украшение для дома. А вы знаете, что это означает? Это означает J, Jesus. То есть в честь Иисуса Христа сделали даже сладости. Вот такие традиционные эти англичане. Ну, все. Я думаю, что я забила всполна. Утка готова к закрытию. Как это делается, мы все знаем. Кто-то зашивает, делает операцию, скажем так. А кто-то использует палочки. Думаю, что с палочками мы вполне обойдемся. Главное – гуще их закрыть. Я не ожидала, что здесь будет достаточно большой объем. Достаточно много разрезали утку перед тем, как я ее купила. Я не ожидала, что все будет вываливаться. Поэтому я думаю, что лучше, скорее всего, ее зашить. Чуть-чуть не получилось. Но я думаю, это не проблема. Советую все-таки на всякий случай хорошо зашить ее, чтобы никакие соки отсюда не вышли. КОНЕЦ Жирненькая, вкусненькая. Сырой, конечно, ее не хочется есть, но я в предвкушении, когда она будет готова. Для того, чтобы получилась корочка, хрустящая корочка, мы ставим ее в духовку на 250 градусов. И не забываем посыпать крупной солью. Потому что соль, именно соль, делает корочку. Вот таким вот образом. Все. И отправляем в духовку буквально на 30 минут, именно на 250 градусов. КОНЕЦ КОНЕЦ Запеченная утка. Утку обильно натереть оливковым маслом, солью, перцем и смесью итальянских трав. Дать постоять около часа. Тем временем отварить перловку. Измельчить грибы и лук. Обжарить на растительном масле. В слегка обжаренные овощи отправить чернослив. Следом перловку. И 50 грамм коньяка. Перемешать, снять с огня и остудить. Брюшко утки плотно начинить подготовленной массой. Зашить отверстие или заколоть зубочистками. Уложить швом вверх. Отправить в разогретую до 250 градусов духовку. Через 20 минут уменьшить температуру до 180 градусов. И периодически поливать утку, образовавшуюся жидкостью с противня. Стараясь, чтобы сквозь шов жидкость попала и в брюшко. Запекать часа два до румяной корочки. Пока утка в духовке, заняться подливой. Взять 150 грамм клюквы. Положить сотейник с толстым дном. Когда ягоды начнут лопаться, добавить грамм 40 сливочного масла. Сок трех апельсинов и столовую ложку цедры. Дать закипеть. Следом отправить щепотку корицы, мускатный орех и 4 столовые ложки меда. Влить 50 грамм коньяка. Дать потомиться около 30 минут. Подавать подливу теплой. Ароматный альянс клюквы, меда, специй и апельсина идеально подойдет к птице. Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон» С каждым днем мы все ближе и ближе к празднику. И, наверное, не важно, когда мы его отмечаем. А гораздо важнее, на мой взгляд, подарить свое тепло и заботу не только самым близким, любимым людям, но и тем, кто в этом нуждается. Ведь все добрые поступки от самого сердца, все затраченные душевные порывы и эмоции обязательно вернутся к вам именно тогда, когда вы будете в этом особенно нуждаться. Merry Christmas! Готовьте, пробуйте и открывайте новые вкусы. Ваша Татьяна Фостер Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин